Всем привет, чуваки! Вы смотрите ежедневные влоги Кэм Муз Мэн. Сегодня суббота! Мы встали пораньше, уже покушали, собрались и... Что? Пораньше, ага. Ну, мы могли просто встать сегодня не в 10, а встали в 10. Сегодня суббота, сегодня выходной. Ворник разбудил нас. Да, он шоркал что-то. Вот, друзья, короче, сейчас едем за Лискиным паспортом. Да. Загран. Готов. Он уже давно готов, просто мне было лень туда ехать забирать. Но это как-то неудобно, там целый круг потом делать, там одностороннее движение. Короче, сейчас поедем, заберем, а потом увидите, куда поедем. Все, друзья, приехали мы к вот этому, я не знаю, как оно называется, я забыл уже. Миграционная служба. Да, миграционная служба, сейчас будем забирать Лискин паспорт. Пойдемте. Мы, кстати, припарковались сегодня прямо здесь, на парковке, на официальной. Это очень, очень круто на самом деле, потому что не надо идти далеко, а я ведь без шапки. Плюс к тому еще, еще с этим, как сказать, машины эти проезжают, убирают снег с дороги, и это все остается на обочинах. И ты потом даже на эту обочину не заедешь. Да, да, да. Все, паспорт получили, и теперь едем на день рождения к дедушке. Который был вчера. Да, ну, как бы, на день рождения был вчера, но сегодня будем проснуть. Кстати, очередь была перед нами огромная, но оказалось, что все пришли плюс один, плюс два. Да, то есть, ну, сопровождающих много. Именно за пять сутки. Да. Друзья, короче, мы решили привезти с собой чаек вкусный. Просто бабушка с дедушкой Лискиной полюбили ройбуш с земляникой. Вот сюда, да? Или нет, дальше? Я не помню. А, точно. Вот, а здесь есть магазин, по-моему, это омский магазин, да? Да, волшебный ароматный. Волшебный ароматный. Их несколько у нас в городе. И там всегда офигенный чай. Скипирожный. Да, о, так термису, я помню, невкусный. В общем, сейчас закопим ройбуш и, может, себе даже что-нибудь возьмем. А че бы нет. Че ты прижался-то к нам, а? На красный поем. На красный ездишь-то, а? Ну, а? Че это ты? Вон он магазин, но внутри снимать не будем, дабы... Да я просто в экран смотрю, дабы не раздражать владельцев и продавцов. Мы вышли из волшебного аромата и, как всегда, дико довольны. Мы купили два ройбуша по 120 грамм. И кофе, да, и бабушки с дедушкой. И кофе на вынос у них теперь. Сказали, что очень вкусный капучино. Сейчас отведаем, да. У них такой попугайчик забавный. Волнистый. Вообще, конечно, блин, магазин классный. Не знаю, кто учится в 62-й школе. Она вот тут, вот там, за домом буквально. Вот, и, блин, еще я училась там, я не знаю, в классе, наверное, 9-м или 10-м. Он уже этот был магазин. Мы уже туда ходили, да. Блин, не знаю, такая обстановка там классная. Мое почтение. Вкусно. Видите, телефон звонит. Да, я знаю. Вкусно. Все, едем. Все, друзья, мы отсидели на дне рождения дедушки Алискинова. Исполнилось 87 лет. Вообще, прям здорово. Вот. И сейчас едем в Ленту. Мы все-таки не отпускаем желание купить елку. Я все равно хочу, конечно, настоящую, но я понимаю, да, они, конечно, все кривые будут. Да, запах будет, но будут они кривые, некрасивые. Поэтому... Будет стоить почти столько, насколько искусственные. Ну, нет, настолько же, конечно. Ну, не столько же, но... Ну, треть цены там где-то, да. Так же. Вот. Сейчас, короче, едем в Ленту. Только не ту, в которой вчера были, которая на левом берегу. У нас их три. Одна на левом берегу, вторая в Амурском поселке, и третья в... В Московке. В Мос... Да, ну, он тоже, наверное... Как он, Московск, Московка, как, что это? Поселок, Московка, ну, а? Думаешь, поселок? Здесь куда? Направо? Направо. На челюшке на среднем, или как он? Вот, посмотрим, есть ли там елочки. Если есть, то, значит, возьмем, круто. Мы сейчас проехали... А, бывший магазин. Бывший магазин моих родителей. У меня у родителей был простой магазинчик такой, где разные отделы, разные кассеты. Павильоночные. Такой, в общем, знаете, это деревенский магазин. Вот, и они его, короче, продали, и там сейчас сделали еще деревен... Деревенские? Да, еще, короче, хуже деревенские магазины. Вот. Нам тут куда? Прямо. Просто можно было для интереса зайти и посмотреть. Потому что у меня уже все там были, ну, в смысле, уже родители, брат, даже дядя уже заезжали, смотрели для интереса. Сказали просто ужас. Не с душой, потому что работают. Да. Короче, друзья, мы вообще с горем пополам доехали до ленты. Вот эта вот лента 24. Здесь такие развязки в Амуре жесткие. Здесь такие пробки. Да, и все, блин, только в одну полосу. В диком хаотичном порядке все стоят вообще. На самом деле, вот, как только все замело, видимо, все разделительные полосы, вся разметка исчезла. Все стали вставать как попало. Ну вот, мы снова опять смотрим на эти же самые елки, но здесь есть вот такая вот. Ну, это маленькая очень. Ну, зато нормальная тысяча рублей. Не знаю, вот эта вот, она такая же, как и та за 2700, но она стоит 1700. Ну, у нее нет шишек. Ну и фиг с ними, с шишками. А, нет, она не такая. У нее улыбка. А, она какая-то с этими, с махрушками какими-то. Друзья, вы заметили, что сегодня влог в 60 кадров в секунду? Так, для эксперимента посмотреть, как в 60 кадров здесь. А еще добавили мою фоточку. А? Еще добавили мою фоточку. А, да-да-да, к автофокусу, но. Да. Добавили фоточку, и теперь мы оба подписываемся. Майка и Алиса. У-ху. Сегодня, кстати, 13 декабря, у нас праздник. И завтра праздник. Год ты 4. Сегодня год ты 4 нам, а завтра 2 года камерезмена. Короче, мы решили взять вот эту вот. И у нее объемные иголки четкие прям. Она прям реально как-то вырывает. Во. О, объемные иголки прям нас подкупило. Нет шишек всяких. Правда цена, конечно, вообще. Ты же карту взял? Да. Короче, мы последнюю эту елку забираем, походу. Вот она. То есть у меня что-то упало. Тащим. Короче, все, елка у нас в нашей теперь телеге. Алиска надыбала телегу. Теперь ищем всякие бушки, которые мы можем повесить. У нас есть какие-то, но мы хотим еще новенькие, свеженькие закупить. О, там не было конфеток. Ну, я просто говорю. Это конфетки? Да. Ух ты. Но в той не было. Прикольно. Ну, мы вообще считаем, что самые клевые игрушки. Это красные. Потому что сочетание красного и зеленого, мне кажется, для Нового года это просто идеально. А синий это уже какой-то холодный цвет. Можно еще золотой добавлять чуть-чуть. Ну, например, те же самые вот игрушки. Они с золотым. Либо, наверное, с серебряным. Ну, да. Алиска взяла еще две игрушки. Хочет теперь вытащить шарики со снежинками. Вон те. Не только. Мы взяли самое дешевое. Здесь по 4 сады три штуки. А это две штуки. 199 рублей. Ладно, вытаскивай. Короче, я что хотел рассказать. Век живи, век учись. Ты знал, что у этих тележек есть вот такая штука? Смотри. Что они делают? Да блин. Да блин. А, она сейчас вылезает? Ты знала? И что, это для чего? Ну, я откуда знаю, для чего? Нет, я тоже не знаю. Ну, можно так стоять и ногу ставить. Ну, наверное, для сумок. Ну, сумку себе поставить. Еще же вот эта штука есть. Да. Короче, идем гирлянды смотреть. Так непривычно эта лента находится вообще вот в пустоши в какой-то. Там ничего нет, там ничего нет. Ничего, ничего. Вот там вдали то какой-то райончик есть. И вот там тоже пустота. Такая вот пустотная лента. Алиска уже сидит в тачке. Короче, друзья, там, где мы заехали, дикая пробка. И вот там у нас уступи дорогу. Там просто не вариант выезжать. О, шашлыки на обочине делают мужики. Блин. Ну, уже поздно их вам показывать. Короче. На корночке. Да, прямо около тачки на обочине делают шашлыки. И мы едем какой-то неизведанной нам дорогой. Дубльгиз показывает, что там нет вообще пути. Нет проезда. Ну, почему он сфокусировался? Вот. Ну, мужики какие-то туда едут. Хотя вот уже обратно кто-то едет. Но опять же там еще вон тачки. Нам кажется, что там есть где-то какой-то самодельный переезд через пути. Здесь просто железнодорожные пути, а там виадук. Вот и, короче, ищем выход. Это, конечно, маловероятно может быть какой-то самодельный переезд. Ну, типа просто накатанный. Сусанина, Ивана Сусанина. Ну, все четко. Мы прям победили. Вот эта дорога. Вот он, СИП-заводит. По-моему, здесь мы ездили-то до Толяну что-то отвозили. Стекло какое-то. У Толяны здесь это, дачка. У родителей. О, блин, мы сейчас будем пропускать там миллионы лет. Слушай, ну все равно капец. Я тебе мешаю? Нет. Получается, мы так много сэкономили времени. Очень много. Потому что там пробка. И столько километров сэкономили. Ну, это вот только зимой, мне кажется. Ну, хотя летом, вот в дождь мы бы здесь не проехали летом. Потому что здесь нет дороги, это просто накатанная. Ну, да. Такая, ну, грунтовая дорога. Что зимой много где можно проехать. Да. Новые дороги открываются всякие. Даже на нашей машине. Объезды, да. И мы переезжаем вот железнодорожный путь, который вот как бы камень преткновения. Из-за него-то, собственно говоря, и город разделяется. Едем сейчас? Едем до твоих? Сейчас, может быть, они еще у бабушки сейчас позвоним. Ну, у тебя же ключи есть. А, может быть, заберем? Ну, мы только не посадим их. Посадим. Ну, позвони тогда. Все, будем звонить. Да. Друзья, мы подъехали сейчас. Мы едем, во-первых, домой. Судя по котейке, вы поняли, что мы были уже у Алисканных родителей. Я так, краем глаза. Вот, мы забрали игрушки. Игрушки, да. Сегодня будем наряжать елку. Вот. С новогодними песнями. Да, будем слушать Фрэнка Синатрова и других замечательных рождественских певцов. Вот, а сейчас ехали через Ленинградский мост и увидели здесь ежегодный ледяной замок, который здесь съедается. Ну, это всего лишь третий год. Третий год подряд, да. Сейчас я хочу вам чуть-чуть показать, совсем чуть-чуть. Ну, тут, в принципе, если честно, смотреть вот не на что-то откуда. У меня, это чья территория, кстати? Ну, это вот территория вот этого гостиницы и Иртыш, по-моему. Блин, это надо, конечно, снимать сверху, потому что тут непонятно. Куча-куча-куча льда. И там куча-куча всяких горок, на самом деле. И очень много народу работает над всем этим делом. Вот так вот. А там, походу, вон там, там бассейн у них. Потому что заплетелое большое стекло. Ехали мы вот как раз на этом мосту вот так вот и все это увидели. Вот, мы покороче развернулись. И вот сейчас вот более-менее, можешь еще даже приблизить. И сейчас более-менее стало. Вон, чувак. Да, видно. Ну, блин, это все равно нужно, конечно, видеть сверху. Да. Но я думаю, что... А мы справа уже что-то сделали. Я думаю, что мы на январских новогодних каникулах сюда сходим обязательно. В этот раз уже должны. Друзья, сегодня раз у нас праздник, мы решили съесть пиццу. И что? И сделали ее вот что. Пиццулечка, салатик Алиска накрошила. Проросшая пшеница с этой. Да, где она? А, ну вон она. Да, ну ее совсем чуть-чуть. Ну давай, сфокусируйся. Она сфокус... Вот она, вот она, вот она там с семечками такими валяется. Такие помидоры офигенные вообще. Да, оказалось, что это... Очень классные. Какие? Израильские. Израильские. Они прям как будто с огорода у бабушки вот срывала. Да, привкусывают помидоры прямо в конце. Шикарно. Короче, знаете что? Мы будем смотреть сейчас фильм. Один дома 1990-го года. Ну, 90-го? Да. Ого, это многое-то так девушки. Это дико круто. Это 24... Как мне? ...года. Да. Вот. Кстати, елочка пока у нас не разобрана. Она вот ожидает. Да, поедим, потому что что-то вообще... Игрушки мы... Во-первых, это то, что мы купили. А это то, что мы забрали еще у Алискиных родителей. Все, короче, приятного нам аппетита. Увидимся чуть позже. С праздником! Мы покушали. Продолжаем смотреть один дома. И все. Мы, короче, набираем... Тьфу-то, набираем. Начинаем собирать нашу елочку. И вот мы игрушечки все выложили, которые теперь у нас есть. Я думаю, этого нам вполне достаточно будет. Потому что нужно не переборщить. Все, друзья, мы раскрыли, анбоксинг произвели. И вот, что мы имели в виду. Здесь тоже есть, да? А, вот, да. Получается смешанное. Смотрите, есть плоские вот такие иголочки. А есть иголочки? Прям вот иголочки. Они прям объемные, как настоящие. Согласитесь? Реально, как настоящие. Ну, это очень круто. Это прям очень круто. И система такая прям вся. Железненькая. А? Нет, не такая. Здесь еще лучше, чем у моих родителей. А у моих родителей кошка все раздолбает. Потому что они в прошлом году когда ставили эту елку, и буквально там через пару часов вернулись, оба, она уже там одна ветка уже вылежит. Да, да, да. Кошка. Может, это дурочка до самой макушки. Забиралась прям по елке? Она высокая, да? По-моему, 20 метров. Нет, она тоже не заплачилась. Да? Да, наверное, кошки все такие. Нет, нет. Ладно, все, собираем, короче. Покажем вам сейчас, что из этого получится. Ну что ж, друзья, собрали офигенская елка. Она прям вообще капец. Густая, да? Угу. Ништяцкая. Вот так я, наверное. Стань рядом, чтобы врубиться примерно. Что она? Метр восемьдесят. Клевая, густая, капец. Ты стоила 2,700, да? Да. Через нее даже практически не просвечивать. Сейчас мы ее еще нарядим или нарядим, не знаю, как правильно. И будет вообще круто. Уху! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну все, друзья, елка готова полностью. И мы готовы к Новому году. Да? Да. Вот такая вот она елчище. По-моему, очень даже неплохо и прям офигенско даже. Прям наживательного красного. Очень круто. Я предлагаю сейчас для Инстаграма сфоткаться на ней. На ней. Давай, ты первый. Ну что ж, друзья, все. Программа минимума на сегодня выполнена. Сходили на день рождения к дедушке, забрали паспорт заграниченный. В общем, елочку купили. Это прям очень круто. Осталось, знаете, что сделать? Найти где-то у нас было эстракт масла. Или просто масло пихтовое. Да. Масло, масло. И сосны у нас было. Да. Его можно разбавить. Эфирное называется. Эфирное, да. Можно разбавить в воде. Попшикать на вот эту вот елку вкусную. Будет круто. Ну не сильно пахло, нет. Пахло, пахло. Я помню, пахло. И будет пахнуть реально. Не отличишь нифига. Вот. Все, друзья. С наступающим Новым Годом вас. Завтра Кэм Уэлс Мэну 2 года. Мы до сих пор еще не знаем, как мы проведем этот день. Ну, что-нибудь придумаем. Увидимся с вами завтра. Подписывайтесь на канал. Пишите свои комментарии. Ретвитьте, репостите. Помогайте развиваться каналу. Увидимся завтра. ПАМ! ДИНА! Субтитры сделал DimaTorzok